Я как физик могу прокомментировать следующее. Во-первых, это размер. Утверждается, что эти наночипы имеют размер порядка 5 нанометров. Сейчас самая передовая технология по производству микроэлектроники это 7 нанометров, что означает, что один транзистор имеет размер 7 нанометров. Это если упрощенно. 5 нанометровая как раз таки в разработке, но еще это пока что только самые крупные компании пробуют. И получается, что этот чип содержит в себе только лишь один транзистор, с помощью которого можно посчитать вообще ничего. Даже 2 плюс 2 не сложишь. Так что функционал у таких устройств будет просто нулевым. Но даже если они ошибаются с размерами, возможно они там побольше. 5 микрометров, например, в тысячу раз больше. Но тогда возникает другой вопрос. Потому что какое-то устройство работающее это не только чип. Это еще и память, это еще и питание. Где там батарейка, откуда они будут брать энергию для работы. Это еще и какая-то антенна должна быть, устройство, которое принимает сигналы. И по поводу антенны тут вообще интересная история. Дело в том, что ее размер должен быть соизмеримым с длиной волны принимаемого излучения. Вот сейчас я покажу, смотри. Вот, например, Wi-Fi роутер, да, вот у него аж такие антеннища. Потому что длина волны 12,5 сантиметров. И, ну, здесь так это и есть. Она может быть меньше, антенна там. Ну, сантиметр, допустим. Но никак не миллиметр или даже не еще меньше. Работать просто это не будет. Соответственно, получается, что если этим управлять, нужны какие-то волны меньших размеров. А это уже диапазон не радиоволн, там Wi-Fi, GPS, 3G или еще что-то, 5G. А где-то там инфракрасное излучение или еще даже меньше. И тут срабатывает другая штука, что проникающая способность излучения уменьшается с увеличением частоты. Ну, и с уменьшением длины волны. Соответственно, вот это инфракрасное излучение, оно не проникнет так глубоко, как те же радиоволны, чтобы достичь вот этих вот чипов внутри нас. Так что управление нами с помощью, там, из космоса, условно говоря, с помощью каких-то микроскопических штук, это такой бред, это просто такая вообще, ну, ахинея невероятная, что я даже не представляю, кто эти люди, которые всерьез делают такие ролики и такие заявления. Потому что мне кажется, что это, ну, уровень какого-то третьеклассника, который просто увидел какие-то, там, разрозненные какие-то термины и такой, о-о-о, и попытался их связать в своем немножечко, ну, еще не устоявшемся рассудке. Просто такой бред. Но самое-то обидное, это, конечно же, огромное количество лайков и положительных комментариев. Ужас. Ужас и кошмар. Еще могу добавить, что вообще-то, если этот наночип пытается взаимодействовать как-то с клетками, то на его поверхности должны быть какие-то органические молекулы, какие-то белки, ну, там, как у вирусов, например, да? Соответственно, как их выращивать? Вообще большой вопрос. Причем, ну, вот именно в том виде, что это будет на поверхности чипов. Камон. Вы серьезно? Ну и рубрика «Математика для адекватных людей». Один атом — это примерно одна десятая нанометра. Соответственно, пять нанометров — это пятьдесят атомов. И получается, что вот этот вот чип, он сделан из, ну, не из пятидесяти, там, побольше, ну, из нескольких сотен, там, атомов. И эти несколько сотен атомов, получается, могут управлять человеком. Что? Это просто... А-а-а-а...